Выйти на прогулку, понежиться в лучах солнца или ощутить дыхание ветра. Именно по таким простым и привычным радостям скучают люди, соблюдающие режим самоизоляции. Без всего этого и до депрессии недалеко. Но унывать девочке не стоит. Альтернатива есть. В интернете много советов, как провести свободное время. Но выполнять рекомендации куда сложнее, чем говорить о них. Чтобы не упустить руки, начинайте с малого. Выписать самый-самый интересный сценарий, что же произойдет и что я буду делать. Что я буду делать, если у меня закончатся деньги. Когда вы понимаете, что есть выход, вот это состояние снимается. Если вы давно хотели сделать ремонт или перестановку, не теряйте время зря. Добавьте в привычный интерьер красок. Смена цветовой гаммы напрямую сказывается на настроении. Красный цвет, он такой активный. Но если вы хотите сделать генеральную уборку, очень отличный вариант. Оранжевый нам добавляет такое желание двигаться, развиваться и такое состояние внутреннего счастья. Менять настроение в лучшую сторону нужно вместе с близкими. В крепкой семье люди связаны эмоционально. Если один раздражен, негативное состояние может передаться остальным. Да ты надоелся своими носками. Каждый день одно и то же. Вот этот, что ли? Чего ты бухтишь? Скорее, ты на работу уже. Ой, я не могу уже. Это самоизоляция. Не выдерживаю. Мелкие ссоры рано или поздно могут перерасти в большие проблемы. Не довести ситуацию до развода поможет попытка услышать друг друга в простом диалоге. Нужно бережно относиться к личным границам. Разграничивайте, где вы, а где он. Что вас там раздражает? Вы обиделись, потому что он вас обидел? Или он даже не знает, что он вас обидел? Когда конфликт затяжной, влюбленные часто не могут вспомнить, с чего началась ссора. В такой ситуации паре лучше обратиться к специалисту. Предположим, что я вижу. Я вижу мужчину и женщину. Женщина открытая, светлая. Мужчина в тени. Что это для меня значит? Какие чувства женщина испытывает? Нравится ли ей, что этот мужчина в тени? Что это значит? Как это про ее реальность? Возможно, она не видит своего мужчину. Не понимает, что он чувствует. Самоизоляция может стать испытанием для отношений. В непростых условиях психологи готовы консультировать через интернет. Но важно помнить, что решение проблемы никто не принесет на блюдце. Это непростой труд, который займет время и потребует самоотдачи с обеих сторон. Помните, что многие наши минусы – это изюминки, благодаря которым мы отличаемся друг от друга. Важно принимать людей такими, какие они есть, ценить, заботиться и уважать личное пространство окружающих. Ольга Гусева, Евгений Гарбузов. Утро нового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова